В минувшую субботу, 5 марта 2022 года, холодный атмосферный фронт, проходивший по территории среднего запада США, стал причиной сильных гроз со шквалистым ветром и породил несколько мощных торнадо. Эпицентр ненастья пришелся на штат Айова. Несмотря на многочисленные предупреждения о торнадоопасной ситуации, переданные по телевидению и радио, а также включенные предупредительные сирены, на текущий момент известно о семи погибших, из которых двое дети. На территории штата наблюдаются многочисленные разрушения, повалено множество деревьев и столбов линий электропередач. Местный энергетический оператор Мид Американ Энерджи сообщает об отключении более чем 10 тысяч потребителей. Наиболее сильно пострадал округ Мэдисон. Там повреждено много домов, несколько десятков из них полностью разрушено. Деревьями и обломками конструкций повреждено много автомобилей. Ненастье сопровождалось сильными ливнями, ухудшающими ситуацию. Имеются многочисленные сообщения о прошедшем граде размером от горошины до теннисного мяча, который разбивал стекла в домах и автомобилях. Торнадо образовались в вечерние часы в период после 17-18 часов местного времени. По информации местных метеостанций и по данным метеорологических радиолокаторов, скорость ветра при торнадо превышала отметку в 60 метров в секунду, а местами достигла 74 метров в секунду. Такие данные, а также характер разрушений, позволяют отнести прошедшие торнадо к категории ЕФ-3, то есть сильных по шкале фудзиты. Губернатор Айовы отдал распоряжение, согласно которому для аварийно-спасательных и восстановительных работ разрешается использовать государственные ресурсы. Добавлю, что март не является торнадоопасным месяцем в Айове. Метеорологи подсчитали, что в период с 1980 по 2020 год в марте в Айове наблюдалось 101 торнадо, то есть в среднем чуть более двух раз в месяц. Для сравнения, например, в Техасе это происходит почти в пять раз чаще. Там по климату на первый весенний месяц приходится 11 торнадо. Для штата Айова самый торнадоопасный месяц июнь. За прошедшие 40 лет в этом месяце зарегистрировано 562 торнадо, то есть более чем 14 торнадо в месяц. Таким образом, прошедшую ситуацию можно отнести к погодным аномалиям. И она еще раз подтверждает тот факт, что основной опасностью глобальных изменений климата является постоянно возрастающее число опасных явлений погоды, в том числе и торнадо, и рост их интенсивности. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok